Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Когда начиналось восстановление поселка Потеряевка в 91 году, то каждое воскресенье проводил я тематические беседы по разным событиям. И вот оно сохранилось. Сейчас просят люди, легче говорит, слушать, чем читать. Итак, духовное служение. Что такое духовное и огненное служение? Об этом проповеди не приходится слышать сегодня. Почему? Как правило, причины две. Не интересуются Библией и сами не живут так. Апостол Павел категорично заявляет в Римлянам 8.9. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, то ты не его. Эти прихожане его в Риме молились, ходили в храм, творили добрые дела, милостыню подавали и вдруг откровение из послания апостола. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. Так как же так? Всю жизнь верующие мы, и теперь снова все под сомнение. И опять как-то надо проверять, имеют ли духа Христова. Но оказывается, что тут и придумывать ничего не надо. Плоды никуда не скроются. Плоды или бесплодие. Или человек просто умом принял. Или произошло духовное рождение. Верующий человек, принявший Христа в свое сердце, он каждый свой шаг, каждое свое слово, все, что видит и слышит, проверяет и согласуется с Священным Писанием. В Библии есть тот уголовный и гражданский кодекс, Конституция, по которым человек и должен сравнивать, что нам говорит Христос. Похоже на это наше деяние? Или вообще нет ничего похожего? Так что же, разве ты один источник? Другого не дано поныне и не будет. И все святые отцы и соборы проверяли свое движение вперед под Слово Божие. Скажите, какое место занимает ваша семья в твоей личной жизни? Это книга книг. У вашей жены, сестры, матери. Первое? Второе? Третье? А может быть и никакого? Просто, как и все, прихожу, отстоял и пошел на неделю. Мне же зарабатывать нужно на жизнь. А остальное время кипит гордость, слабость, много своеволия. Где бы какая ссора, разборка, разговор не был, человек, недуховный, сразу же, без рассуждения, уже на левую сторону кидается. У него все плотское, все синиминутное. Он не чувствует огрубелой, плотской душой, что Бог хочет сказать. Он выпирается своими знаниями, со своим опытом, судит о том, чего не знает, не видит. Он не знает, где промолчать. Эта душа абсолютно бездуховна. И очень часто пропитана демоническими запахами. Дух Господень – это порядок. Это смирение пред Словом Его во всем. Соблюдение иерархии. Не может же Дух Божий говорить, «Жена, не слушайся мужа!» «Жена, дерзи священнику!» «Кричи в храме! Говори, где хочешь!» Дух же Божий по всем этим вопросам уже высказался. 1 Коринфянам 14.34 «Жены ваши церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. По еврейскому закону жена не должна была даже по дороге разговаривать с мужем, не говоря о храме». 1 Коринфянам 14.35 «Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Если кто хочет познакомиться с этой темой, начните сами заниматься ею и увидите, или как и как океан разольешься, или в одном бурдюке утонешь. А то два слова прочитал, и уже заносит его. Я все знаю». 1 Коринфянам 8.2 «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать». Бывает, что у человека так мало ума, что он даже не может понять, что у него нет ума. Слово «вдохновение» сказано, может быть, только согласно с Библией. Тогда этому человеку, кто понял это, все не безразлично. А когда человек не рожден свыше, то тогда ему все равно. Можно научиться борду носить, и внешнее благочестие соблюсти. Но внутри холод, пустота сквозная. Чуть не счастье, он затасковал, растерялся, мечется, лишь бы на людях быть. Слово «вдохновение» встречается во всей Библии только пять раз. Стоит того, чтобы конкретно все их разобрать. Все эти случаи относятся к ветхозаветным людям. Почему? По всей вероятности потому, что это было такое редкое явление, что его и выделяли. А в Новом Завете вообще не употребляется это слово, потому что вся жизнь во Христе есть чудо вдохновения непрерывное. В странной форме впервые это слово у Соломона, притча 16.10. В устах царя слово «вдохновенное». Уста его не должны погрешать на суде. Отсюда ясно, что никакой безбожник, никакой коммунист не может сказать слово «вдохновенного», хотя он может разжечь себя и толпу возбудить на кровопролитие. Почему же не может? Они так зажигательно говорят, люди в экстаз от речи Адольфа входили. Они после такого выступления Троцкого Бронштейна готовы в вагоне в воду идти. Готовы. Но за что? Они судили людей не по правде. Никакие суды не могли бы осудить малолетнего царевича Алексея и девушек-царевен. Устав вдохновенного не могут погрешать на суде. А тут тройки сатанинские ОНКВД решали все. И только в гроб, только в могилу. Страданием, причиненными этими вдохновенными в кавычках нет числа и меры. 12-летних детей приговаривали к расстрелу. Какое же это слово, если оно из одной лжи состоит? Обещают рай на земле, коммунизм построить. И устроили ад и гулаг. Кавычки открыты. От каждого по способности и каждому по потребности. Ничего более дурного даже и придумать нельзя. И однако вдохновенно сказано было так, что поверили окаянные преступники и погибли. Ничего более идиотичного нельзя было и придумать. Кто из вас развил способности свои до предела? Даже и читать не научился правильно. И это на родном языке. А другой всю жизнь учится, как Павел Флоренский. Спешит на разработку полезных проектов. И ему по потребности много выдала советская власть. Таким, как Академик Вавилов. Не всем дано быть такими, как Архимед, Леонардо да Винчи, Ломоносов, Эйнштейн. Но ты потребность хотя уменьши в себе. Уж изобрести не можешь велосипед, то хотя бы отремонтируй телегу свою и поменьше потребляй. Способности развитые дойдут до открытия в себе их на 3%, а остальные 97% так и не востребованы. А потребности растут с каждым днем. Расточительство через край. Нужно бы по-божьему жить, развивать способности свои, таланты и ограничивать максимально свои потребности, обходиться малым. Соломон сразу же решил, чей ребенок. А по-советски обеих женщин в лагерь, как тунеядцев, а ребенка в детдом и потом в коммунисты или на свалку сразу же. Притча 31. Вдохновенное изречение, которое сказал этот человек. Осте 9.7. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния, да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Матфея 22.43. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом? По вдохновению. Это слово относится к слову, к речи, к встрече с Господом. Нельзя искренне сказать, что по вдохновению чурки расколотил или огород в один день засадил. Лука 2.27. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, слово Дух встречается в Библии 692 раза. Этим словом называется Дух Святой, Третье лицо Троицы, ангелы, демоны и душа в человеке, и его настроение, и многие переживания в человеке, и ветер. Каждый раз нужно точно определить точное значение этого слова. Слово духовно встречается 25 раз и только в Новом Завете. В Ветхом Завете ни разу. Скажите, кто знал про это исследование? Вот теперь ясно, что с пришествием Духа Святого и началась эра возрождения духовного, жизнь в Духе Святом. 1 Петра 2.5 И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Римлянам 1.11 Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему. Римлянам 8.5.6 Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышление плотские суть смерть, помышление духовное жизнь и мир. Помышление уже смерть, как ужасно, как это? Говоря о важности милостыни, апостол Павел как бы не взначай показывает, что если греки получили от евреев понимание сути жизни, знания сущности вещей, о благодати Христовой, о назначении жизни человеческой, о вечности, то в сравнении с этим все наши дела милосердия по отношению таких даров суть ничто. Римлянам 15.27 усердствуют да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Рассуждая о событиях мира, мы должны проникать за грань видимого. Для чего это все случается? Даже самые трагические моменты нужно видеть как благодеяние Божие. Хорошо, что был потоп, хорошо, что Бог сжег садом, хорошо, что живьем в провал ада сошли сектанты и еретики Дофан и друзья его единомышленники. Это теперь примеры всем живущим. Это и тогда прекратило расширение заразы. Но плотские люди, обладая даже колоссальными знаниями, эрудицией и интуицией, ничего в этом сообразить не могут. Здесь нужен ум духовный, который все соразмеряет с вечностью. Нужно не помнить ни о последствиях на сегодняшний день его зрителей и слушателей, но только и единственно смотря на пользу для вечности духовной, тому, что содействует спасению человека для Царствия Небесного. Матфея 6,33 Ищите прежде Царство Божие и правду его, и это все приложится вам. 1 Коринфянам 2,13-15 Что и возвещаем не о человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумие и не может разуметь, потому что всем надо судить духовно, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. 1 Коринфянам 3,1 И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во кресте. 1 Коринфянам 9,11 Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, что пожнем у вас телесное? Это Коринфян 2,2 глава, дальше. Рассказывая о прошлых событиях, бывших с иудеями, Павел подробно показывает не сами, сами только события, но суть, что было скрыто в них, чего потомки так и не поняли. Что в этом скрыто было, что в этом для нас есть? Люди знали, что Авраама была неплодная жена Сарра, потом родился сын от Агари, рабыни, эту историю знали и малыши, но что в этом была иносказательная аллегория, касающаяся нас, живущих в 21 веке, за 4000 лет до этих событий. Кто бы знал это, если бы Павел не приоткрыл духовную завесу, не снял это покрывало, которое сегодня, как плотное волосяное одеяло на глазах евреев. 2 Коринфянам 3,14 Но у мы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Галатам 4,25 Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии, и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. 1 Коринфянам 10,3,4 И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Кто из плотских прихожан знает о дарах духовных, что даются не в университетах, а на коленях, в церкви Христовой, через послушание Богу? 1 Коринфянам 12,1 Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. 1 Коринфянам 14,1 Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. 1 Коринфянам 14,12 Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. 1 Коринфянам 14,37 Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. Думая о смерти, вставали в тупик не только философы языческого мира, но и христиане не могли понять, в каком же теле вечности будут верующие. Оказывается, что кто жил духовно, у тех и тело преобразуется в духовное тело, подобное телу воскресшего Господа. 1 Коринфянам 15,44 Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. 1 Коринфянам 15,46 Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Тех, кто разумеет жизнь во Христе и каждое событие и шаг может понимать и истолковать в духовном плане, кто все направляет к тому, чтобы жить со Христом, быть угодным Духу Божию, называя таких духовными. Галатам 6,1 Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовное, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Благословение от Бога это не только рождение детей скотины и благороди, но, главное, содействующая благодать для прославления Бога, для непостыдной жизни по Слову Божьей во Христе. Ефесянам 1,3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Верующим в сердце всегда натянута струна на волну небесного звучания. Она поет Аллилуйя и Авва Отче. Она трепещет от близости Духа Божия. Она радуется тональности с пением ангелов. Ефесянам 5,19 Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, паяй и воспивай в сердцах ваших Господу. Для верующего нужно всеоружие Божие, чтобы можно было одержать победу. Вот совет великого благовестника и старца, что нам необходимее всего. Ефесянам 6,17 И шлем спасение возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. Колоссянам 1,9 Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Колоссянам 3,16 Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью, Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевай в сердцах ваших Господу. Кого не спроси, то любой сегодня ответит, что такое Содом и Египет, покажут на карте, где их местонахождение. Но когда читаешь Слово Божие, то тут нужно иное измерение событий и фактов. Есть поговорка в мире «Смотрит в книгу, а видит фигу». Зная про эту таинственность Писания и что его нужно разуметь духовно, Филипп Якон и спросил читающего Библию сразу же. Деяние 8.30.35 Филипп подошел и услышав, что он читает пророка Исаию, сказал «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» А сидел, считал и ехал. И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. «Как овца веден был он на заклане, и как агнец пристригущем его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суть его совершился. Но род его кто разъяснит? Ибо вземлица от земли жизнь его». Евнус же сказал Филиппу «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли? Или о ком другом? Филипп отверз уста свои и начал от всего Писания благовествовал ему об Иисусе». Откровение 1.18 «И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят». «Господь распят был даже разве в Содоме?» «Вчера был День Святой Троицы. Конечно же, и праздник все великий, потому что это День Воскресный, День памяти Воскресения Христа и День Сошествия Духа Святого. Духовные люди этот день празднуют особенно благоговейно, в храме пребывая, в благочестивых занятиях по изучению Слова Божия или посещая больных. Что же у нас здесь видим? Именно в этот день замышляющие разделения Саша Духа и Женя Янчук, дьякон, сумели выбрать именно этот день и отправились в Шарщино на поиски своего тягла, транспорта. Купля коня и телеги состоялась Зачем? Чтобы быть независимыми и тогда можно делать что хочу в любой день и никому не кланяюсь. Может быть это благословенно? Да никогда. Лошадь и все остальное будет у них в тягость. Они разваливают все у себя своими руками. И какое же будет внутри их настроение? Душа скорбит у нас. А у них? Что? Она ржавая железка в груди? Батюшку не спросили не получили на это благословение и тем же оно и кончится. Мы не были при их разговорах когда они обмыслили это сотворить но не нужно быть семипядей во лбу чтобы понять что они заранее и отговаривали все с единственной целью чтобы быть им внутри деревни но без устава ходить расхристренными как и когда захочу так и делаю по своей прихоти им острее ножа покорность перед батюшкой дьякона батюшка давно уже и не служит вместе ибо его непослушание перед священником и нам известно но покажет живобок свою десницу открывающая тайны перед всем миром еще ничего не было уже все говорено было Саша постоянно дерзил и хулил устав лагеря и деревни что это за устав что это за священник есть и лучше да есть но ты нас познакомь с этим лучшим и может быть мы чему-то научимся когда попросил я показать лучшего пастыря и лучший устав и конкретно сказать как это сделать он только скривился и принагло ответил и устав наш не вечен его можно изменять но только на лучшее ты конкретно покажи какой пункт не подходит для воспитания духовного деревня и лагерь все здесь так строится чтобы духовно могли люди возрастать что касается телесного то и так понятно что хорошо у нас порядок и законность но духовное воспитание и духовного роста добиться это не так просто у каждого свой характер и каждый старается свое я на первое место поставить что бы я мог сделать да еще и не насильственно а убеждением кто против чего воевал в том и увяз петя калашников более всего эти годы давил на удаление из устава слова сексот где говорится чтобы не сексотничать и таким стал в самом прямом смысле интересно как обнаружилось тайно ездил в прокуратуру жаловался на своих же здесь на батюшку духовный человек видит намного тоньше и глубже пример ко мне прислала из прокопьевска свою дочь Ирину мать верующая чтобы она сюда съездила с женихом и узнала стоит ли это за него выходить замуж я поговорил но решил перепровериться у тети Тони Баклановой которая жила поистине духовной жизнью она только их увидела так и сказала вы же совсем разное и они не стали вместе теперь у нее муж священник какой же он там может и не очень но так вот было и она 8.43 почему вы не понимаете речи моей потому что не можете слышать слова моего зову на занятия а они не идут теперь я дал указание Игорю который все занятия наши записывает чтобы их никому кроме как батюшки не давал и батюшка может только в вашем присутствии слушать у вас дома а эти забегали забегали ну как-то забегали ну забегали забегали суят собак в массы забегали просят дать что про них было сказано не получите вам бы самим надо уходить а я здесь разрешаю ходить хоть 100 магнитофонов включать приходи и слушай а не выискивай тут ведь все в трехступенчатость входит ропот таится бежать сначала они все против меня поднимаются ропоты поношения потом таяться ни на занятиях их нет ни на так называемом апостольском служении я хочу их со второй ступеньки стащить не надо таиться приходите приходите и слушайте а там одно и то же а там одно и то же одни разборки одни разборки а если это знаете то зачем же людей посылаете люди подсылаются чтобы дали им пленки наших занятий послушать значит интересно потому что слово божие живо и действенно оно их касается и никто из тех кто приходит на занятия не ходил просить эти записи прослушать дома все кто был здесь довольны сказали аминь духовное состояние проявляется всегда на каждом шагу о чем бы мы ни заговорили зову сразу же от духовной беседы отказ некогда я уезжаю вы во что играете это вам надо а не мне я без этого все это давно уже знаю сегодня еще не поздно стучись в двери тебе откроют тебе слухи отверзятся просите и получите не слышится окончание отверзи отверзится просите и получите Лука 12.49 огонь пришел я не звести на землю и как желал бы чтобы он уже возгорелся огонь Духа Святого для огненного служения ближним люди Христа не понимали и мешались под ногами перебивали среди речи его они вообще не понимали что он им говорил Иоанна 9.29 мы знаем что с Моисеем говорил Бог всего же не знаем откуда он Иоанна 16.18 и так они говорили что это говорит он вскоре не знаем что говорит Лука 12.50 крещением должен я креститься и как я томлюсь пока сие совершится Христос не вдохновлялся ибо иначе ему надлежало быть не Богом он Бог и его вдохновлять не нужно было голос был не для него а для слушателей Деяния 2.3 и явились им разделяющиеся языки как бы огненные и почили по одному на каждом из них языки не на Иисуса сошли ибо языки нужные огненные для разжения мертвой человеческой греховной природы ни колокола ни митры ни мироточивые иконы ни храмы но языки сошли если нет языка нет вдохновенной проповеди то все остальное может стать просто тряпочной мишурой и лоскутным напоминанием о вечном и неделимом царстве благодать огненного языка таких людей еще не коснулось и сразу же получили апостолы свидетельство что истина с ними и они безбоязненно стали свидетельствовать в чем и выражалась благодать языков Деяние 1.8 но вы примете силу когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли языках проповеди на православных еще не сошла эта благодать почему же они молчат и молчат иногда Бог посылает трудно переносимое испытание смерть ребенка восстание на нас близких неподчинение жены тирания мужа непокорность детей обиды и несправедливость безумная ревность супругов отнятие имущества 1 Петра 4.12 возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь как приключение для вас странного это вам нужно без этого вы засохнете мы сегодня разговаривали с Потеряевым братом Геннадием фамилия Потеряевы предки потомки приехали я его называю братом ибо он духовно многое уже понимает он по злоумышлению сатаны потерял зрение и сколько он обид претерпел за свое убожество за свою жизнь то есть как потерпели он очень интересный такой человек и приемники разные там ходил какую-то секцию в школе занимались по радиоделу и он берет и начинает его паять а кто-то подборец запал гранаты или что-то оно как рвануло у него из рук и глаз вырвало и другое повредило среди этих которые уже в пятом классе учатся и подложили какой-то там запал вот какая беда была теперь придя в разум он говорит как хорошо что так случилось а случилось такое когда он в школе занимался в окружке радиолюбителей и паял диоды то один из них оказался запалом гранаты и рванул и один глаз совсем вышибло а второй нашел на руке как он мог все это перенести в таком возрасте и всякое ремесло знает слепых умудряет господь и повторяет где бы я был у батюшки одна знакомая парализованная Людмила из Иссы Куля она была спортсменкой конькобежкой и что-то у нее так получилось что когда она крутилась конек попал в щель и теперь много лет она парализованная и она теперь лет через десять мне пишет что свое настоящее положение она бы не променяла на то какое было тогда в славе земной красивый у нее почерк она батюшке свитер связала если бы ей сказали сегодня будь опять кандидатом мастером но без бога или лежи так но будь верующей что бы избрала 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 десять лет размышляла она и дошла что же дал ей бог как хорошо что бог сделал ту щель во льду если бы не было этого пожара и не прохудился этот мой карман то что бы было благодарю тебя господи откровение 15 2 и видел я как бы стеклянное море смешанное с огнем и победившие зверя и образ его и начертание его и число имени его стоят на этом стеклянном море держа гусли божии огненная проповедь привела их к огненным испытаниям и они теперь пребывают нам в море в жизни спокойной без волнения и вся жизнь их известно просматриваемая господом как стекло ровно нееме 13 15 21 те дни я увидел в иудеи что в субботу топчут очила возят снопы и навьючивает ослов вином виноградом смоквами и всяким грузом и отвозят в субботний день в иерусалим и я строго выговорил им в тот же день когда они продавали съестное и те ряне жили в иудеи и привозили рыбу и всякий товар и продавали в субботу жителям иудеи и в иерусалиме и я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний не так ли поступали отцы наши и зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие а вы увеличиваете гнев его на Израиле оскверняя субботу после всего когда ой оно когда всмеркалось у ворот иерусалимских перед субботой я велел запирать двери и сказал чтобы не отпирали их до утра после субботы и слуг моих я вставил у ворот чтобы никакая ноша не проходила в день субботний и ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два но я строго выговорил им и сказал им зачем вы ночуете возле стены если сделаете это в другой раз я наложу руку на вас с того времени они не приходили в субботу то есть отниму все ваши погремушки стал запирать ворота нанял людей смотреть за уставом и они разными хитростями стали все равно нарушать субботу а эти у вас лошадь покупают в день троицы и тогда Ниемия начал огненным поступком вразумлять своих единоплеменных смутьянов первое ездра девятри услышав это слово я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей и сидел печально что они делают да сколько можно вообще печаль никаким образом не коснулась бородатых его грамотеев они судили Ниемию бесконечно уже разговоры на убийство его не заговоры заговоры на убийство его составляются но его касалось дело веренное ему господом и Еговой он начал наводить строгие порядки Ниемия 13.25 я сделал за это выговор и проклинал их и некоторых из мужей бил рвал у них волоса и заклинал их Богом чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя 13.29 воспомяни им Боже мой что не опорочили священство и завет священческий и левицкий Ниемия все развалины осмотрел столько труда положил чтобы отстроить на развалинах столицу сколько батюшка тут положил труда хождение в органы власти чтобы дали статус поселку но значит так и должно быть чтобы такие искушения были кто здесь нарушает устав и разрушает устав вас уже по закону Божьему нужно бить но ныне мы можем только молиться чтобы Бог коснулся вас благодатью и вы прозрели бы окаянные разрушители вы же ничего сюда не вложили и теперь ищите как бы это место сделать пристанищем филинов на развалинах с безбожниками куражится замыслы строит чтобы устав у прокурора опротестовывать премудрость соломона 7-7 посему я молился и дарован мне разум я взывал и сошел на меня дух премудрости человеком плотским заговорил о березе что ты видишь в ней как что дрова но это того самого это веники и все а что можно испилить того этого поэт же смотрит и назовет ее и девушкой и уразумеешь и о чистоте и о скромности показываю на дорогу что о ней думаешь она таки падает в низинку что о ней думает я едва проехал одна грязь там вот и поговорить с таким поэт же пишет дорога как лук изогнулась и тетива натянулась в низинку и стрелы заложены полной корзинкой все вверх и все вверх вылетают кувшинки история в духовном рассмотрении повторяется в любом масштабе вот Авимилех просится в руководители ходит по домам агитирует за себя потом всех убивает братьев своих так же и Ависолом и оба заканчивают гибелью судя 9.53 тогда одна женщина бросила обломок жирного на голову в Мелеху и проломила ему череп 2.18.14 и Ависолом сказал нечего мне медлить с тобою и взял в руки три стрелы и вонзил их в сердце Ависолома который был еще жив на дубе и как они умеют обращать народ что правдой наполнится каждый дом имя Ависолома встречается в Библии 91 раз знатный человек был 2.15.346 тогда говорил ему Ависолом это приходили жаловаться в суды подавать а он пораньше вставал и кто в город приходил он их вылавливал говорил гладил целовал ависолом когда говорил ему Ависолом вот дело твое доброе и справедливое но у царя некому выслушать тебя и говорил Ависолом о если бы меня поставили судьею в этой земле ко мне приходил бы всякий кто имеет спор и тяжбу и осудил бы его по правде так поступало Ависолом со всяким израильтянином приходившим на суд к царю и вкрадывался весолом в сердце израильтян если бы слушатели его духовными были разве бы они могли поддержать такого скользкого человека но азарт уже понес их и они разделят его страшную участь а кто останется жить его биографии эти строки сотрудничества с путь чистым будут укором и правнуком но так и далее продолжится в истории мира склоняет сердца своевольных на свою сторону вкрадываются в домы людей и чем занимаются и чем занимаются 2 Тимофей 3 6 ксим принадлежат те которые вкрадываются в домы и обольщают женщин утопающих во грехах вводимых различными похотями как будто сегодня утром написано мои материалы всегда подписаны так православный проповедник Игнатий Лапкин не говорят православные даже из-за границы что никогда такого не слышали есть владыка есть батюшка есть отец но что вы православный проповедник такого отродясь никто даже не слышал это мне священник написал с Люксембурга так и не подписывался при царе батюшке никто ни один высокое звание протоприсвитр есть благочинный митрофорный но что вы проповедник а разве может так быть показывай им грамоту от митрополита Виталия что благословение на всестороннюю проповедь дано мне от митрополита и баптисты удивляются этому экслибрису 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 по подписи его размашист на день троицы батюшка наш попросил Сашу Янчука чтобы он свозил его в больницу там больной лежит второй батюшка отец нафанаил и Саша наотрез отказался что-то ему надо по базарному делу эти люди совершенный балласт в церкви зачем они нужны ушел в мир совсем я уже много раз об этом говорил брату Иоакиму духовного нет как говорят кот наплакал или кот вообще не плачет и еще их ни на всякое ни на какое дело самое доброе не дозовешься они извязвят желание что-то сделать когда рак на горе когда рак на горе свистнет рак живет в реке и на горы ему не подняться значит и не дождаться нам духовного пробуждения сколько наши бабушки в храмах знают про день Николы про покров что земля снега покроется что есть молитва молодых девушек о замужестве чтобы ее матерь божия женишком покрыла бы молитва какая но спроси о духовном дне и ни звука не могут сказать почему почему все знают о тех праздниках которые пришли спустя три семь столетий и ничего не знают про апостольские дни про такие празднования видите как обрывается видно что переметнул и все на этом или потерял на этом все давай еще одну берем спасибо спасибо